Всем привет, вещаю из Танзании, остров Занзибар, у меня тут база, я снял по сути дом, две таких квартиры, в каждой по две спальни, они смежные, рядом все совершенно новое, если хотите сделаю обзорчик жилья и можно прогуляться вон за моей спиной, там где пальмы, дальний там пляж, там покажу вам кафешки, пляжи, ну для меня это видите все повседневная жизнь как бы да, потому что я в принципе живу на берегу последние 20 лет, но вам может быть интересно и возможно кто-то собирается сюда приехать, я могу рассказать плюсы-минусы отдыха в Танзании на Занзибаре и чего стоит, чему стоит готовиться, чего здесь нету и чего-то ждать точно не стоит и какие вообще подводные камни есть, если интересно пишите, я прям отдельный видос могу сделать, сегодня вам расскажу про поездку на добычу рубинов, мои комментарии будем перемежать, перебивать с видео, которое я там наснимал и не только, расскажу про племена, про местную жизнь немножко, да, смотрите, я думаю будет интересно, давайте начнем с племен, с местного населения, да, значит местное население делится на две, вообще здесь 114 или 120 племен с разными языками, в принципе страна небольшая, но видите национальности тут очень-очень много и кстати у африканцев присутствует полноценный расизм, потому что большинство племен друг друга не любят и даже как-то относятся не очень уважительно друг другу, например, здесь есть довольно большое, не племя, а группа племен, да, называется Масаи, сейчас про них чуть подробнее расскажу, если вы в мой инстаграм заходите, кстати да, я открыл инстаграм, тоже вот вам ссылочка или название в описании, я не знаю как это на него ставится, ссылки не ставятся, я фотки там выкладываю, если вы следите, там Масаев уже довольно много, так вот, группа племен, которые себя называют Масаи, местные жители, другие, про них сейчас тоже расскажу, кого тут больше всех, да, их не очень как-то долюбливают, неуважительно к ним относятся и часто даже если Масаи работает где-то, они здесь в основном охранниками работают, если Масаи работает охранником, у человека, допустим, охраняет дом, они почему-то, я много раз видел, не называют их по именам, они их зовут просто Масаи, вчера вот я шел, Масаи на стройке работали, тоже владелец пришел и кричит им там Масаи, траля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, чего-то, да, вот, то есть это такой способ, метод поставить себя выше, да, чем эти Масаи, вот это понятно, сейчас расскажу почему, как так получилось, значит, здесь самая большая группа это Банту, это не один народ, их тоже много разных племен, у них много языков, но это все вот как бы союз племен, вот как русские, да, мы же тоже союз племен, по сути, вот тоже союз племен, называют себя Банту, они здесь живут самых-самых древних времен, то есть, по сути, это коренные жители здесь, именно в Танзании, но, посмотрите карту, они завоевали огромную территорию в Африке, по сути, все плодородные земли, все земли, где есть какая-то влага и вода, вообще, они захватили, какое-то время им отпор давали Масаи, Масаи здесь пришли, они пришли недавно, об этом тоже сейчас расскажу, и у них были серьезные столкновения, серьезная конкуренция с Зулусами, племена Зулу такие есть, они южнее, это у нас территория практически Южной Африки, ЮАР, да, значит, вот эти Банту, они такие, поменьше ростом, более пухленькие, толстенькие, Масаи, они высокие, вообще, я читал, не знаю, правда, нет, в нескольких источниках и видел об этом и на Дискавере, еще где-то, что Масаи самые высокие люди в мире, в данный момент, даже до сих пор, но вот я ездил в регионы конкретного обитания, то есть здесь на Зазибаре они не коренные, они сюда приезжают на заработки, а вот там, где мы сейчас с вами окажемся, да, там они коренные, это их земля, они ее завоевали, там, ну, как бы, да, парни все, как я, и повыше есть, и такие, они, как бы, очень такие длинные, тонкие, у них длинные ноги, но, мое мнение, это люди, которые эволюции созданы прямо для бега, да, я, кстати, по саванне ездил, много раз видел, что они прямо там, где можно пройтись, они именно бегут, я думаю, про Масаев вы видели много передач, Масаи, вообще, они с Южного Нила, их оттуда кто-то вытеснил, и они совсем недавно пришли, так как они очень воинственные, они в 15 веке завоевали практически половину Кении и половину Танзании, вот, посмотрите на карте Килиманджаро, и вокруг такие огромные засушливые территории, это саванна, вот это все полностью завоевали Масаи в 15 веке, я пока немножко пообщался с ними, да, у меня в планах ехать, пожить у них в деревне несколько дней, и там, конечно, поснимать, мне очень нравится, с одной стороны, они отставы, то есть, это народ, который не смог принять земледелие, не смог принять оседовый образ жизни, они вот как жили тысячу лет назад, да, они так и живут, с другой стороны, довольно интересно, потому что, по сути, это этнографический материал, то есть, вот, прям, не надо ходить в музей или читать книжки, вот, прям, подходи с ними, разговаривай, они тебе все расскажут и покажут даже, значит, у Масаев все в племени, войны, вообще все категорически, каждый до одного, до сих пор, сегодня, и это не бутафорий, не показуха, все ходят, у них, значит, такие разноцветные тряпки, ну, сейчас дальше увидите, у каждого ремень, на ремне висит дубинка, посмотрите мой обзор про отель, я там показываю дубинку и меч, и висит на поясе меч, а там в степи у них еще часто, я с чего не мог понять, почему, у них по две палки, одна потолще, подлинней, другая покороче, потоньше, вот, которые покороче, потоньше, это стегать овец и коров, да, они до сих пор ведут скотоводческий образ жизни, то есть, они не занимаются сельским хозяйством, считают, что это недостойно, вот, их, да, в земле ковыряться там какой-то, они пасут коз, коров, овец, вот они, скотоводы, а вторая палка, потолще, подлинней, они всегда с ней ходят, и, возможно, вы видели, они еще так довольно интересно стоят, упираются на эту палку, и одну из ног, да, упирают в колено себе, то есть, так вот, на одной ноге стоят, отдыхают, говорят, что львы уже просекли эту тему, Масай очень хорошо в свое время уничтожали львов, очень талантливо, да, они нападали группой, копьями закидывали, в них огромные щиты, есть даже где-то, я видел видео 1800 какого-то года, ну, кинолента на видео переснятой, выложенной где-то в интернете, реальная охота Масаев на львов, да, очень интересно, так вот, вот эта палка, ничто иное, как копье без наконечника, наконечник они носят на поясе, если нужно, он моментально прикручивается туда, одевается, да, вот, и все, можно кидать, пырять, колоть и т.д. и т.п. У Масаев все очень жестко, значит, у них, я тут много про них читал, потом, вот я, в чем интерес, что я сижу и читаю, тут же выхожу, можно с ними разговаривать, они вот, сзади меня, там у них кафе, где каждый вечер Масаи сидят, пьют пиво, можно заходить с ними общаться, так вот, у них, чтобы ты стал серьезным и начал серьезно относиться к жизни, ты должен пройти через трудности и через боль, поэтому у них принято довольно серьезное избиение регулярных детей, то есть, они бьют детей, чтобы дети поняли, как бы, серьезность жизни, я не знаю, правильно это или нет, но вот, тем не менее, они это делают, и когда ребенок взрослеет, а знаете, когда у них ребенок взрослеет, примерно в 10-11 лет, почему примерно, сейчас дальше расскажу, они возраст точно определять не могут, ему делают обрезание, мальчику, да, это в условиях саванны, вот я уж там побывал, там нет воды, то есть, даже мыть это все регулярно нечем, эту рану, да, плюс, естественно, делают в условиях антисанитарии, плюс там везде присутствует в огромных количествах такая красная мелкая-мелкая пыль, прям совсем мелкая, вот мы когда из саванны выезжали каждый раз, я был полностью покрыт этой пылью, хотя ехал в машине, то есть, волосы, борода, лицо, вся одежда, все было в этой красной пыли, естественно, после обрезания это все воспаляется, и считается это хорошо, а особенно хорошо, если пойдет воспаление мочеполовой системы, и человеку больно будет, извиняюсь, писать месяцев 5-6, а примерно столько это и длится, он узнает, что такое боль, а как следствие станет взрослым, это прикольно, и женщинам тоже делают обрезания, да, вырезают, сами понимаете, что, это тоже связано с серьезными осложнениями, заражениями, иногда это приводит к бесплодию, и крайне редко это приводит к смерти, это все очень долго тоже заживает в условиях антисанитарии, и как следствие женщина взрослеет, потому что она понимает, что такое боль. В Википедии и в других источниках, где я почитал, написано, что правительство много лет назад законодательно запретило эти все зверства, но буквально вот вчера мы выпивали с массами, я спросил, а у вас у всех обрезано? Они говорят, вообще у всех, а у девушек, у ваших, у жен тоже у всех, мне сказали, что если у тебя не было вот этого обрезания и этой пытки, то ни одна женщина не посчитает, не будет на тебя смотреть всерьез, потому что ты не взрослый, несмотря на то, что даже ты можешь быть там сорокалетним, например, да, то же самое с женщинами, если женщина не прошла через это испытание, то она не может считаться взрослой, ее никто не возьмет в жены, вот, как бы, такой интересный момент. Почему примерно в 10, 11, 12 лет наступает период взросления, да, вот эта инициация во взрослых, причем у них взрослые, в переводе с Моасайского, эта группа называется старшие, но она делится на две части, это младшие старшие и старшие старшие, старшими-старшими становятся уже, когда мужик входит в возраст и становится матерым воином, как бы, да, раньше нужно было убить льва, для этого, сейчас убийство львов запрещено, поэтому они так, по возрасту просто, по внешнему виду. Возраст. Здесь всегда лето, в саванне нет электричества, нет часов, нет телефонов, нет, соответственно, календарей никаких, и они реально не знают, сколько им лет. Мы там спрашивали, даже на видео вы дальше видите, мы спрашивали, ребята, а сколько вот мальчику лет, он не знает, взрослый человек тоже не знает, причем мне объяснили так, что, которые в школу не ходят, они вообще, в принципе, не знают, сколько им лет, а которые в школу ходят, они примерно знают, сколько им лет, потому что, когда их родители приводят в школу первый раз, в школе учитель тоже, Масай, смотрит, говорит, так, тебя мы запишем на шестилетнего, ты катишь лет на семь, ты по документам у нас будешь семилетним, так, а ты выглядишь как пятилетний, приходи примерно через год. Вот, тоже довольно интересный момент. И вот Масай сюда пришли, так как они крайне воинственные, даже до сих пор все ходят с оружием, они завоевали вот эту огромную территорию, но, с другой стороны, знаете, эта территория не самая лучшая, я думаю, там не особо сильно хотели люди жить, потому что она непригодна для сельского хозяйства, там реально можно только пасти коров, овец и коз, и больше ничего вообще совсем, там ничего не растет, кроме вот этого колючего кустарника и какой-то травки-муравки. И вторая группа, значительно более крупная, коренные жители Танзании, не только Танзании, карту вы смотрели, да, это от Кении до ЮАР, они живут из севера на юг, и с востока на запад они захватили громадные территории. Это группа племен, которая называется Банту, они сначала были небольшими, но в тысячном, примерно тысячу лет до нашей эры, то есть три тысячи лет назад, они вошли в Железный век. Многие удивляются, говорят, как так, мы же европейцы, а почему африканцы раньше нас вошли в Железный век? Все очень просто, у них не было меди, олова, то есть они поэтому проскочили в Бронзовый век, просто потому, что у них не было возможности в нем побыть, да, они сразу начали добывать железо хорошего качества, здесь много железной руды, и производить орудия труда и оружие, плюс примерно в это же время, это тысяча лет до нашей эры, они одомашнили зерновую культуру, которая называется сорго, ну, это что-то типа ячменя, и кому интересно, почитайте в Википедии подробнее, там, да, или погуглите, посмотрите, не буду об этом подробно рассказывать, и сорго пекут хлеб, им кормят животных, и все что угодно делают, там вот у Масаев в саванне крыши покрыты на хижинах, вот этими стеблями сорго, да, но это они опять же покупают у Банту, сами Масаи все это не выращивают, и вот смотрите, у Банту появились железные мечи, железные копья, железные стрелы, железные тяпки, лопаты, ну, того времени, они по-другому, конечно, выглядят, то есть орудие труда и оружие, и появилось зерно, которое здесь в местных условиях растет круглый год, поэтому они в неимоверных количествах располагались, и, соответственно, смотрите, если у вас палка и камень, а у меня железное копье, конечно, я вас заделаю, да, а поэтому они захватили, ну, все же хорошее, что было в Африке, они захватили всю территорию полностью, собственно, я думаю, что Масаи остались, их сейчас примерно миллион человек Масаев, половина из них живет в Кении, половина в Танзании, собственно, я думаю, что Масаи остались только потому, что просто их земля особо не нужна была племенам Банту, потому что Банту, они как раз не скотовода, а именно земледельцы, то есть они копаются в земле, и там, где ничего не растет, им особо это как бы не нужно, вот, ну, вот, собственно, вам небольшой курс, с кем мы здесь имеем дело, да, то есть которые в клетчатых тряпках красивых и высокие, длинные, повыше, это Масаи, которые в обычной современной одежде, это Банту, хотя, конечно же, за последние 500 лет, несомненно, было огромное количество смешанных браков, хотя и те, и другие это отрицают, но, конечно же, они были, этого невозможно никак избежать, я думаю, что если взять анализ генов, да, то, ну, скорее всего, гоплогруппы у них будут, ну, почти часто одинаковые, совпадать, то есть они давно уже стали родственниками, я в этом уверен, по-другому не бывает совсем, вот, собственно, выезжал я из города, давайте перейдем уже к поездке, да, на добычу, это вам небольшой экскурс в культуру племен, собственно, выезжал я из города Аруша, вокруг Аруши, тоже на карте можете посмотреть Арушу, огромное количество добыч разных самых, там что только не добывают, танзанит, зеленый гранат, гранаты самых разных других цветов, турмалины, в том числе и черный турмалин, южнее от Аруши, несколько сот километров, есть добыча золота, бриллиантов и александрита, я, например, не знал до позавчерашнего дня, что здесь вообще добывают александрит, да, вот, так, про гранаты я говорил, а, и вот я еду скоро на лунный камень тоже, и вот я съездил на рубиновую добычу, на рынке увидел большое количество плохого качества рубинов, ну, прям совсем плохие, это я все вам показывал, но посмотреть, как добывают, покататься, пообщаться с местными, было, конечно, интересно, поэтому мы рано-рано утром выехали, и я был, ну, честно поражен красотой саванны, безумно красиво, просто безумно вообще, и мне казалось, что, знаете, саванна это что-то вот как сибирские леса, до них надо как-то вот добираться, то есть это не может быть прямо вдоль дороги сразу так поворачиваясь, и вот оно вокруг, красивейшие пейзажи, вокруг вулканы, все в тумане, везде, сейчас повезло мне с погодой, вот видите, сегодня очень жарко, а там было прохладненько, да, было пасмурно, очень красивые виды, вот смотрите видосы, как мы ехали, я немножко поснимал. Мечты сбываются, я наконец-то в саванне, сколько я лет с детства читал об этом, вот наконец-то попал. Кратер вулканов на горизонте, много, вот, и просто до горизонта огромная сухая местность, громадная, там конца и края не видно. Очень красиво, атмосферно, и никого кроме нас вообще нету. Вон там, сейчас, масай пасут овец. Масай все вооружены, и здесь уже можно увидеть хищников, хищников, антилоп, в принципе, всех животных, и в том числе и слонов. Но, сама атмосфера, да, она прям потрясающая, я думаю, вы даже через видео ее ощущаете. Мы все еще едем, так пока никого не встретили. Вон там пасутся козы, масайские, и видели несколько ишаков. Вот, но, если вы читали Майнрида, Джека Лондона и многих других, вот смотрите, то, о чем мы читали много раз. Забор из колючего кустарника, да, и хижины. Это вот масайская деревня, как раз. В принципе, вот как описывали путешественники, там, в веке 17-18, оно так сейчас все и выглядит. Внутрь заходить не будем, людей нет. Сейчас я боюсь, что мы пойдем внутрь, кто-то испугается, по-английски не говорят, скорее всего. Или стрельбу откроют, или там с мечами нападут, поэтому это лучше делать с предварительными переговорами. По-самой деревне я планирую ехать на несколько дней, но не к этим. Там есть деревня, где вокруг прям много диких животных, можно заодно и сафари посмотреть, как бы, да, и у них пожить. Но здесь туристов нет, это прям настоящая деревня, обычная. Теперь про животных. Я, как и большинство из вас, с самого детства смотрел, читал с открытым ртом все это, вот, что саванна, там пасутся животные до горизонта, от горизонта, огромные стада, стаи. Но, знаете, я как человек, который вырос в России и прожил 20 лет в Таиланде, и там, и там ситуация одинаковая в плане диких животных, я к чему привык, что, да, в России и в Таиланде можно увидеть дикое животное, но как это будет выглядеть? Нужно съехать с дороги и куда-то долго ехать, 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 в какие-то там дебри, джунгли, густые леса, в Карелию куда-нибудь, да, чтобы там где-то случайно, мельком, там, раз, промелькнуло что-то, и все такие, о, это была лисичка, лисичка была, да, или там какое-то пятнышко в кустах коричневое, и все такие, олень, олень или лось посмотрели, там на дорогу кто-то выбежал так, тю, быстро, и все. И все такие, ух ты, это был там какой-нибудь, не знаю, волк, да, например. Вот, то есть, в связи с тем, что есть охота, животные сильно боятся людей, ведут себя очень осторожно, если где-то они появляются, то прям совсем мельком. Ну, я не знаю, если кто-то из вас живет где-то в деревнях или на окраинах, возможно, вы чаще и дольше их наблюдаете, чем вот так вот, да, но я видел только так. Обычно, не знаю, в Тайване есть там заповедник, где, допустим, олени уже такие полуручные, они не боятся людей, и вот они стоят и ждут, какой-то от тебя подачки, их можно из рук кормить. Но вот прям совсем, например, я видел в Таиланде один раз крокодила и один раз тигра. Оба раз в заповеднике, и оба раз нужно было идти пешком много часов туда. И как это выглядело? Как я видел тигра? В джунглях, в полумраке что-то подскочило так, что-то рыжее такое полосатое, и такие все тигр, тигр, тигр. Ну, я увидел вот так, да, какой-то проблеск, и понял, да, это, возможно, тигр, но я даже его рассмотреть не смог. Я бы уверен, что здесь так же, что вот нужно с дороги съехать, и на вот этих джипах, которые всегда показывают по телеку, ехать там, значит, несколько часов по саванне, чтобы где-то увидеть этих животных, что это место, видимо, какое-то огороженное, должно быть охраняемое, потому что мы все всегда слышали, что браконьеры этих бедных животных убивают, и так далее, и тому подобное. Оказалось, ничего подобного, совершенно, то есть, вообще категорически не так. Едем, едем мы по дороге, людей вообще не было, автомобилей совсем, мы одни реально ехали, и туда, и обратно, но мы за всю поездку встретили, может быть, 2-3 машины всего, и пару мотороллеров там проезжало, и Масаи вдоль дороги бегают, именно не ходят, а именно бегают, да. Едем, мы едем, я смотрю, что какие-то, кто это, вообще, попросил водителя остановить, водители, кстати, а, вы спрашивали много по поводу оружия, безопасности, у меня был водитель, и он будет во всех моих дальнейших поездках, он же охранник, у него пистолет, и он один взял на всякий случай для меня, ну, естественно, они оба хранились у него там в бардачке, да, но если что, я мог его схватить, вот, и потом там был один момент, когда у нас было еще несколько автоматов, у нас было четверо, и у нас было 4 автомата, об этом попозже расскажу. Так вот, рекомендую, если вы поедете на сафари, не покупать тур, ну, сейчас, если вы знаете английский, конечно, да, объясню, почему. Вот, смотрите, мы ездили с ним, да, несколько дней, и везде, где я хотел, мы останавливались, я говорю, слушай, а вот мы только что проехали, там что-то интересное, давай вернемся, он разворачивается, мы едем обратно. У вас на сафари так не получится, вы будете с группой, там есть маршрут, есть какие-то правила, и все-все остальное. Мне вот такой не нравится, честно, поэтому, если вы знаете английский хотя бы немножко, я рекомендую вам именно таким образом путешествовать по саванне. Онлайн переводчик не прокатывает, потому что там нет ни интернета, ни электричества, поэтому его надо действительно хоть немного знать, хоть чуть-чуть, но вот как я, я немного знаю английский. Так вот, значит, смотрю, что-то такое, останавливаемся, а там страусы, причем матерые, вот смотрите, сейчас будет видео, и также мы едем-едем, тоже сейчас будет видео. У меня зрение очень хорошее, да, я всегда все вижу, смотрю, по дороге катится грецкий орех. Остановились, говорю, останови, остановились, водитель, конечно, очень долго ржал, что мзунгу какой-то туповатый, бегает жучков рассматривает по дороге, еще восхищается. А там самые настоящие скоробей, причем я не знал, что они здесь живут, я думал, что они где-то в районе Египта. То есть это, по сути, божество для египтян, да, когда-то было, ему поклонялись, и мне даже было интересно на него посмотреть. Знаете почему? У египтян было огромное количество, очень-очень много украшений, сделанных в форме скоробея, да, скоробей у них, в их культуре, обладал магическими свойствами. Я в Каире в музее, когда мы ездили в Египет, наблюдал очень-очень много браслетов, подвесок, колец с скоробейами, там прям полно всего, поэтому я был очень рад увидеть вживую скоробея. И тоже мы ехали, значит, ехали, еще дорога была асфальтированная, смотрю, собака лежит сбитая машиной, на дороге дохлая, а потом что-то, мим проехали, смотрю, почему-то полосатая, как зебра. Говорю, давай вернемся, вернулись, там была дохлая гиена, но тоже я был очень рад, потому что, вы знаете, одно дело в зоопарке смотреть, я вот, кстати, раньше относился к сафари, так, ну, что этих жирафов не видел, что ли, в зоопарке, конечно, видел, не поеду я в эти сафари, а сейчас я обязательно поеду, причем поеду минимум на неделю, чтобы прямо вот не спеша насладиться, вот в саванне поразительная атмосфера, советую всем ехать не спеша, там есть масаи, дело в том, что те жирафы или страусы или слоны в зоопарке за решеткой, да, ладно, пусть даже они там в каком-то открытом вольере гуляют, это одно, а когда вот они здесь идут, прямо рядом с тобой, в 15 метрах, и между вами ничего нету, это все совсем по-другому, я в полном был в восторге, и вторая причина, я понял, что действительно, да, они берегут свою природу, действительно, у них нет охоты, то есть правительство смогло это все побороть, сейчас дальше поймете, почему, и я поеду на сафари обязательно, потому что, когда я плачу за вход, то есть на сафари, ну самостоятельно, да, когда я плачу за вход в национальный парк, это стоит недешево, там долларов 200, что ли, с человека, что-то как-то так, я не помню, это в принципе не важно, я поддерживаю охрану этих животных, потому что, если туристы закончатся, то эти все заповедники, они исчезнут, они существуют, существуют только за счет туристов и международных субсидий каких-то, то есть, моя поездка или ваша поездка на сафари, это будет поддержка, животные подольше поживут, и это все подольше просуществует, да, так вот, я видел дохлую гиену, мне это потом пригодилось, не один раз, я рассмотрел, о, гиена дохлая, как круто, и потом у меня были переговоры несколько раз по камням, да, мы сидим у кого-то в офисе, там куча африканцев, пришел глупый мзунг, сейчас его нужно нагреть, и они мне рассказывают, я говорю, почему так дорого, у вас тут это добывают, я продаю дешевле, чем вы мне сейчас цены называете, такого не может быть, они мне начинают рассказывать, мистер, ты знаешь, Африка, тут вот есть свои особенности, тут бизнес ведется по-другому, все другое, в общем, начинает мне, значит, вешать лапшу на уши, я применял очень успешно этот турбин, я говорю, слушайте, ребята, а что вы знаете об Африке вообще, вы дохлую гиену видели когда-нибудь? Они такие, приглядываются, ты видел? Тут нет, этот, я не видел, я говорю, ребята, тогда не лечите меня про Африку, у меня опыта в Африке больше, чем у вас, я дохлую гиену видал, а из вас никто не видел, это, кстати, прокатывает, они смущались и такие, блин, ну ладно, ладно, хорошо, не прокатило тебя, значит, нагреть, давай поговорим уже более, про более реальные цены, вот, поэтому дохлая гиена, это, мне помогла, так, значит, смотрим животных, вот, ребята, наша машина, и мы такие ехали-ехали, а тут, смотрите, опа, страусы, причем, прям такие, они здоровые, вон, они мой голос услышали, я бы к ним не подошел, нет, не рискнул бы подойти, ну, так на глаз, примерно, как я ростом, они, то есть, где-то метр восемьдесят, или два метра, наверное, есть, вот, никаких сафари покупать не надо, просто едешь за рубинами, и встречаешь, потихонечку уходят, видите, но опять же, они убегают, так, не спеша, скоробей, что ты засеснялся, ну, давай, коти, так как у людей нету личного транспорта, на дороге, наверное, вот, за всю нашу поездку туда и обратно, человек десять стояли, останавливали машину, мы всегда, честно, останавливались, ну, потому что саванна, да, вот, и одна машина, скорее всего, была за день наша только, может быть, две каких-то было, но там тоже такая африканская тема, здесь супер все медленно, супер медленно вообще, вот настолько медленных людей я не встречал даже в Азии, в Латинской Америке, никогда вообще, здесь могут тебе, мне мороженое, вот смотрите, что нужно сделать, я заказал в кафе мороженое, мороженое у них уже было вот в этих чанах, да, в квадратных, мне мороженое накладывали шарик, один мороженого 25 минут, я специально засекал по часам, это жесть вообще, то есть здесь супер медленные, и вот Масайи стоят, голосуют, мы останавливаемся, он говорит, ребята, мне в такую-то деревню, она отсюда столько-то километров примерно, мы говорим, садись, он говорит, не-не-не, мне надо домой пойти собраться и собрать жену, мы там, все, до свидания, извини, едем дальше, потому что это минимум час на жаре нам стоять с выключенным двигателем, да, чтобы не перегрелась машина, машина очень старая у нас была, вот, ну и вот один дедушка нам попался, уже собранный, он, видимо, опытный, вот, причем он, видимо, ехал куда-то в гости, хотел шикануть, потому что был в немасайской одежде, у них это считается, типа, как пижон какой-то, вот, послушайте, что он рассказал, и потом сразу будет, там, 10 секунд, мне кажется, отрывочек, он, обратите внимание, нам потом пригодится, мы ехали, я снял, просто даже не думая, что у нас потом будет какая-то знаковая встреча, да, три девочки шли с осликами, ослики были груженные, вот, просто посмотрите, дальше расскажу, зачем вы это должны запомнить. Короче, нас попросил подвезти его в Масай, вон он сидит сзади, мы спросили, почему мы так долго едем, и все деревни пустые, ну, то есть, штук 10 деревень уже было, людей практически нет в деревнях, там, или какой-то один мальчик сидит, или где-то тетя там с мачете, он сказал, сегодня же воскресенье, все в церкви, видите, как надо, вот настоящие верующие, причем у нас уже где-то 11 утра, и они все еще в церкви с 6 утра, они там молятся, причем интересно, что Масай, они очень успешно и беспроблемно совмещают языческие ритуалы всякие, жертвоприношения, ну, животных, конечно, не людей, но и каждое воскресенье по полдня проводят церкви, и, значит, говорят, что они и христиане тоже довольно интересный момент. Вот мы, значит, sorry, tell me your name again, please. Роймен. 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 Роймен стал нам рассказывать, что мы спросили, сколько у него коз, коров, он сказал, что коров не осталось, а коз осталось всего 30. Почему? Потому что сейчас сухой период, животным тяжело найти еду, и львы подошли к деревне и пожрали всех коз. А деревня прямо вот на обочине мы его забирали, а я ходил в кусты писать. Вот, довольно все интересно становится. Он сказал, что у них в деревне автоматов ни у кого нет, потому что автоматы стоят дорого, у них есть только копья и мечи. Так, вот мы ехали, ехали и приехали в деревню, которая называется Мундалала. Вот, и прям сразу видно, что здесь не только коров разводят, то, что везде были шалашики, такие шалашики, а тут дома похожи на дома, причем такие. даже для русской деревни дома нормально выглядят. Вот, и тут у них, смотрите, тут же появились мотороллеры, а до этого они все бегали по обочинам пешком. Вот, деревенька такая, домов 50 стоит. Вот, здесь перемешку Масаи и не Масаи живут. И вот, смотрите, сидит мужичок, что он там делает. И вот еще один. Ну, это местные типа бедняки, а вон там сидят брокеры, торгуют рубинами. Сейчас попробуем с ними договориться, поснимать их. А вот, тоже полный ребенок. И вот эти, да, они выбрасывают некондицию, но иногда, видимо, что-то просматривают, потому что сидят люди и в этой некондиции копаются, и иногда что-то находят. Вон еще два пацана сидят там. А это местный тут босс. И он уже сейчас воскресенье 11 утра, он под шафе очень хорошо уже. Вот, вооруженных людей пока не вижу, но и не особо они прям доброжелательные. Так, смотрят, даже никто не поздоровался. Босс подошел, поздоровался, остальные нет. Так, из-под обе оглядываются. Ну, сейчас пойдем попытаемся наводить с ними контакт. Тут у меня заглючил айфон, поэтому не совсем понятно, что произошло. Кстати, новый айфон глючит зверски просто. Я не советую вам покупать. Я, особенно, если ваша работа связана со съемками фоточек и видосов, он почему-то, вот для моей работы, он, например, оказался совсем негодным. Я очень большие надежды питал на новый айфон. Он все цвета искажает полностью. Я поэтому снимаю на старый. Как бы, виды, пейзажи можно еще на новый поснимать, а вот и вот себя я сейчас снимаю на новый. А камни свои я только на старый снимаю. Он любой камень делает блеклым. Я не знаю почему. Так вот, у меня, значит, айфон заглючил. Что произошло? Я встал на колени и стал вместе с этими бабушками и алкашами ковыряться в грязи, в мусоре. Это вот моя уборщица ходит. Она не из Масаев и не из Банта, из какого-то другого племени непроизносимое название совсем. Убрала мою квартиру. И с бомжами, с алкашами копался и первый камень, который я добыл в Африке. Вот. Я добыл на мусорке. Это, кстати, первый камень в Африке и самый необычный, необычным способом добытый камень. Да? Во. Туда корундовая порода, они выбрасывают ее и могут что-то просмотреть. В принципе, поэтому эти бедняки тут сейчас что-то новый айфон как-то странно себя ведет. Вот. Получается, здесь корундовая порода сваливается и вот есть даже этот цеварит плохого качества. Тоже их отбрасывают. Ну и вот товарищи тут ковыряются, надеются найти что-то хорошее. А вот кстати, я увидел сейчас что у нас с резкостью. Что-то прям неплохо новый айфон глючит. Вот нашел я, смотрите, такой рубинчик маленький. Видите? Ну и естественно он никуда не годится, но это вот типа мусор выбрасывают. Наберу себе как сувенир. Первый мой рубин, добытый в Африке на мусорке. Романтика. Теперь хочу вам рассказать про бандита. И кстати, мы где-то упоминали, что на рынке у меня был инцидент. Вообще про опасность и безопасность. И вот значит посмотрите сейчас вам расскажу и покажу до одного товарища. Мы когда приехали, вы видели, там подбежал такой мужик усатый в шортах, сказали, что это тут менеджер, ну типа управляющий всей этой деревней добычи, он уже был сильно под шофе, и он что-то бегал, суетился, махал руками, и всем было пофиг, совершенно никто вообще не прощал внимания, вы даже на видео там видели, что он что-то там сказал, никто не повернулся даже. мы с ним поговорили, он разрешил снимать, сказал, что отвезет нас непосредственно на саму шахту посмотреть, значит сказал, что нельзя снимать оружие, и сказал, что его нельзя снимать, но естественно я уже снял на тот момент, не буду я удалять, правильно? Я говорю, когда поедем, он говорит, надо спросить у старшего, оказалось, что еще есть более старший какой-то, сказали, что значит со старшим надо встретиться в местном кафе, приходим мы в кафе, там сидят, полное кафе сидит Масаев, галдят, кричат, они очень шумно разговаривают, все здесь вообще, всегда хорошо не ругаются, на самом деле они просто разговаривают, и вдруг заходит такой типичный знакомый, если вы постарше, вы застали 90-е, вы сразу поймете о чем разговор, если вы не застали, вы фильмы видели, в спортивных штанах, значит в белой рубашке, в довольно странной шапке товарищ, но от него, знаете, как говорится, прям землей пахнет, то есть это люди, которые без проблем идут на какие-то серьезные меры, то есть натуральный, прям настоящий бандит, такой прожженный, видно, что у него очень серьезное криминальное прошлое, и скорее всего и будущее, вот, он такой заходит, он разговаривает очень тихо, у него какой-то странный голос, он так бе-бе-бе, что-то там значит бормочет, все сразу встали, вышли из кафе, сразу вообще, не задавая никаких вопросов, он полушепотом, видимо, сказал, ребята, нам будет тут присесть чуть-чуть, сказали, что его тоже снимать нельзя, но я, естественно, сделал вид, что я сижу в телефоне и его снял, посмотрите на его манеру общения, в принципе, я думаю, что у большинства вопросы сразу отпадут, сначала я не понял, типа, нафига здесь бандиты вообще, да, потом факты у меня совместились, смотрите, это Африка, здесь воруют не меньше, чем в России, а то, возможно, и больше, ну вот, из всех добыч, где я был, вот, как бы, больше всего воруют, и поэтому больше всего методов защиты и охраны, это в России и в Африке, да, видимо, мы братья по разуму, ну, мы не зря все из Африки вышли, например, добыча танзанитов, ее настолько много, сильно воровали сами чиновники, управляющие, госслужащие, полицейские, знакомы вам, да, ситуация, наверное, вот, то есть, рабочие ничего не получают, танзанит не находят, а у чиновников из этого города, там, губернаторы, кто там, депутаты, у них почему-то все больше и больше особняков в Лондоне и в Лос-Анджелесе появляется, вот, что правительство, ну, вынуждено было пойти на крайние меры, вокруг всего месторождения Танзанита, это огромная территория, построили громадную бетонную стену с колючей проволокой, громадную, я туда поеду, все сниму, значит, пропуск, чтобы туда попасть, именно спуститься в шахту, нужно ждать месяц, стоит довольно, кстати, приличную сумму, обыск в начале и проверка занимает до трех часов, ну, здесь все очень медленно, я говорил, так вот, я подумал, что рубиновая шахта приносит немного денег совсем, нужно бы какой-то метод запугать мест населения, чтобы они стали слушаться и бояться, да, поэтому туда поставили такого управляющего, это, в принципе, логично, я бы сделал точно так же, взяли просто матерого уголовника местного и его туда поставили, вот, смотрите, а, кстати, еще момент, помните, такие прекрасные аметисты, вот, смотрите картинку, великолепнейшие, да, они меня поразили до глубины души, их добывают только в одном месте, в Руанде, и оказывается, их добывали, уже не добывают, почему, потому что местное население настолько бодро разворовывало там все полностью, причем, опять же, чиновники, депутаты, губернаторы, все, как мы любим, да, что местное население, правительство просто оказалось не в силах контролировать вот это вот разворовывание, они просто остановили добычу, вели туда войска, я уверен, сейчас военные там добывают и все продают, вот, скорее всего, вот так, ну, вот смотрите, это матерого, значит, уголовника, теперь пару слов про саму добычу, я там сейчас все вам расскажу, покажу, смотрите внимательно, для диванных специалистов, которые, ха-ха-ха, вот ты поехал, а там рубинов так и не нашел, дело в том, что я сразу знал, что рубинов там хороших не будет, но мне было интересно посмотреть на добычу, я буду ездить на все добычи, например, золото мне вообще не интересно, я не буду его продавать, отправлять вам на заказ по почте, вот, ну, и это же круто, посмотреть, как его добывают, помыть своими руками, мне кажется, это залипательно очень, да, смотрите про добычу, я там рассказываю вам свои выводы, и с вами прощаюсь, это не конец, по дороге обратно много всего интересного было, поэтому не выключайте, много таких столиков, за мной ходит толпа, все галдяты, поэтому погромче буду говорить, вот здесь они, собственно, сортируют породу, ее продают, сейчас я вам покажу тетеньку, незаметно, вот, вот тетенька, тетенька от дяденьки, отличается только вот такими подвесками, то, что у нее на ушах висит, снизу и сверху, а так бы я в жизни никогда не сказал, что это не дяденька, да, ну и, собственно, рубины очень плохого качества, вот, сильно так себе, я думаю, что даже если их погреть, то особо от этого толку не будет, прям какого-то серьезного, интересный метод обработки, смотрите, ювелирные инструменты, молотком на камне толпишь, огонь просто, огонь просто, так вот там этот местный бандит главный наводит порядки, вот, у нас в машине автоматы, но они запретили их снимать, я пока вам покажу местные виды, и, вот, смотрите, это деревенька, да, мудулели, или как она, сори, гейн, мундалала, да, мундалала, видите, как она сильно отличается от всех остальных деревень, которые мы приезжали, но вот я вам одну показал, там, где были эти заборы, с колючек, да, ну, вот все деревни, которые мы приезжали, они были такими, а это вот другая, но пока я вам в своей мысли скажу, что, смотрите, почему никто в мире не знает ничего про танзанийские рубины, потому что они очень плохого качества, так же, как вьетнамские, и, собственно, их продают куда-то, может, китайцам, индусам, но это неверное качество, это какие-то, не знаю, поделки выходного дня, да, мы сейчас, конечно, пойдем посмотрим, как они их добывают, попробуем что-нибудь найти, но я прекрасно понимаю, что мы здесь ничего не купим, не сейчас, не в будущем, и даже, я вам скажу, по своим ощущениям, тут как-то все это, атмосфера не очень приятная, даже если бы здесь продавали хорошие рубины, я бы тут покупать не стал, вспоминайте предыдущие видео, на Шиванке все с улыбочками, там все приветливые, песни поют, софиры моют, разговаривают, вот здесь как-то все, а, я не туда пошел чуть-чуть, здесь как-то атмосфера негативная, мне кажется, поэтому, такой камень, мне, например, будет неприятно их продавать, такие камни, и носить тоже, а я всегда получаю удовольствие от своей работы, мы идем, на саму добычу посмотреть, так, вот у нас тут отвалы, значит, это все породу сваливают здесь, это промышленная добыча, сейчас я вам расскажу, покажу, ну, вот рельсы вот эти, да, это чтобы увозить просто породу, ненужную там сваливать ниже, ну, чтобы шахту не завалить, само по себе, вот, это у нас шахта, в данный момент она 550 метров глубиной, и там штольня идет на глубине 550 метров, с запада на восток, значит, на запад 700 метров уже прорыли в длину, ну, то есть это пожили, да, они тут жилу, в древности река понесла куда-то вдоль, скорее всего, так было, и потом все это каменело, вот, а на восток 800 метров, то есть 700, 800, или в другую сторону 800 и 700, это в принципе не важно, значит, что там происходит, сегодня, видите, как хорошо, что в воскресенье, не ведутся работы, иначе мы тут ничего не записали, вот туда спускаются рабочие, вот туда вот, с отборными молотками, долбят там дыры, в дыры закладывают взрывчатку, все выходят, иногда бывает, наверное, не все выходят, взрывают, и вот с помощью подъемника поднимают добычу наверх, да, добычу, вернее, породу, вот порода высыпается вот сюда, вот сюда вот, и, значит, как это выглядит, это выглядит вот таким образом, сейчас я обойду, и вам немножко объясню, вот смотрите, значит, это вот кусок породы, вот он мне рассказал только что, по каким признакам они понимают, что здесь внутри есть рубины, и их нужно долбить, во-первых, обязательно наличие вот этого черного минерала, он не знает, как он называется, но мне, в принципе, это не так важно, вот он такой блестит, да, он говорит, что если есть, значит, нужно разламывать этот кусок, дальше здесь вот выходы корунда, вот они, вот они, видите, вот выходы корунда, вот они есть, и, смотрите, мы переворачиваем породу, кусок, да, и видим, что выходы есть с другой стороны, так, сейчас, резкость наведу, вот они тоже есть, вот они розовые, это значит, что жило проходит насквозь этот камень, и его надо раскалывать, раскалывают его промышленным способом, специально дробилки, и потом уже спускают вниз, и там масаи сидят молотками, все долбят уже отдельно, вот то, собственно, чем они там занимались, и вот эти зернышки рубиновые вынимают оттуда, то есть, в принципе, вот такой процесс, ничего сложного, и у меня раскалывать кувалды сейчас, как бы, не особо нет желания, в принципе, процесс я вам рассказал, все понятно, рубинов здесь хороших нет, хорошего качества не попадает, мы сейчас пообщались, вот то, что нам нужно, красные, хорошие, а вот еще принесли кусочек, сэнки варимач, так, сейчас, вот, смотрите, есть, черный этот минерал, и есть выходы корунда, наружу, вот, такой момент, то есть, можно его, размолотить, там внутри будут микроскопические, вот эти зернышки, так, вот, мне принесли, вот, говорят, что, смотри, вот это вот, хороший пример, насыщенного, то есть, здесь, если подробить его, кувалдой, да, то можно несколько кусочков, выкусить, но, опять же, это вот, не такой будет огромный, это будет там, маленькие зернышки, как я вам показывал, то есть, совсем малюсенькие, многое, что, вот это, типа, насыщенный кусок, вот здесь тоже, то есть, вот у нас пятно корундовое, вот пятно, насколько я понял, они все это разбивают, потом кусачками выкусывают, что смогут там найти, но, как бы, того, что мы ищем, здесь нет, то есть, рубинов ювелирного качества, какие нам нужны, тут, к сожалению, не добывают вообще совсем, так, какой результат, ну, на данный момент, не существует, по сути, ювелирных рубинов, в Танзании, да, тут есть что-то такое, ну, корунды, подделочного уровня, возможно, он, короче, сказал, этот бандит, он сказал, что почти все скупают, тайцы и Малайзия, вот, скорее всего, вот это стеклом и заливают, в рынке Чинтабури, мы нашли, значит, эти концы, концы веревок всех, да, то есть, вот отсюда, вот эти розовые корунды, везут в Чинтабури, там же, как раз, африканцы их и привозят, но не танзанийцы, видимо, кто-то перекупает, и везет потом, да, вот, и там все это заливают стеклом, вот, собственно, а потом, это залитое стеклом, уже разъезжается везде, и, в том числе, в Россию попадает, на всякие ярмарки мастеров, и все-все остальное, но, этот, значит, товарищ сказал мне, что по данным геолога разведки, через две недели, они начнут разработку, уже ювелирных рубинов, хорошего качества, и красных, и что, все будут в шоке, и все, кто приедут сюда первые, станут миллиардерами, ну, в смысле, что, можно будет накупить, и все такое, ну, надо приехать через пару недель, посмотреть, интересно, хотя, возможно, конечно, он и подгоняет, всякое бывает, вот, я только что видел этого опоссума, который вот так вот стоит на задних лапках, смотрит вокруг, вон туда побежал, мамой клянусь, вообще, довольно много животных уже видели, очень все колоритно, интересно, а вот, так что, с рубинами пока, минус, то есть, вычеркиваем их из списка, рубины здесь пока купить нельзя, почему, потому что их просто, нету, ой, нашел, красивый камешек, заберу, смотрите, это вот эта черная порода, и корун, да, заберу себе на память в коллекцию, всем пока, вот, про рубины пока вот так, едем, посмотреть, все остальное, каждый день будем ездить куда-то, в новые места, в какие-то, и так, вот я с вами попрощался, мы, значит, поехали, отвезли вот этих двоих, пьяного менеджера и бандита, в деревню, они забрали автоматы, автоматы, ну, я не рискнул снимать, потому что, ну, могли быть реально проблемы, тем более, посмотрел на этого серьезного товарища, он реально вызывает уважение, даже его манера общаться, да, поэтому я не стал рисковать, автоматы Калашникова, старые модели, самые обычные, ничего особенного, я думаю, вы все их видели когда-нибудь, то есть, да, по дороге с этой деревни, там пару километров, мы немножко в объездную ездили, на саму шахту, на нас могли, видимо, напасть, ну, иначе зачем брали автоматы, ну, наверное, могли, а потом произошло довольно интересное, нам, значит, этот бандит, главный, который там, да, говорит, ну, если языком 90-х говорить, смотрящий, говорит, ребята, а вы хотели бы взглянуть на два пятикаратных рубина, и назвал цену, пятикаратник рубин стоит, глубинная кровь, если не греты, да, он стоит, ну, сто семьдесят тире двести пятьдесят, зависит от того, насколько он прекрасен, он говорит, два пятикаратника по пятьдесят тысяч, я, естественно, сразу знал, что никаких пятикаратников тут нет, тут что-то хотят или впарить, например, гранаты, или шпинель красную, да, или что-то другое, и потом, когда он продолжил свою речь, стало понятно, что, что-то другое, он говорит, конечно, мы говорим, конечно, мы хотим взглянуть, да, я говорю, он говорит, я не могу вам при всех показывать, то, что сейчас набежит топа народу, тут будет, значит, это, все будут галдеть, шуметь, не дадут нам нормально поговорить, вы, говорит, смотрите, вот, вон там, вот крайний дом, вон там, в конце деревни, а за ним, видите, вон лес, он говорит, езжайте в лес, там подождите, а мы, говорит, скоро приедем, и вам эти рубины покажем, мы такие, да, да, мы тебя ждем в лесу, мы, значит, едем в конец деревни, заезжаем там за дом, заезжаем в лес, по газам, на дорогу и домой, вот, я думаю, он нас хотел ограбить, но, как бы, у меня такое предположение, других особо нет, рубинов у него нету, сто процентов, я в этом уверен, вот, без вариантов, вообще, мамой клянусь, как говорится, да, потому что, если бы там добывали такие рубины, там бы все совсем не так выглядело, совершенно, так вот, поехали мы дальше, первое, помните девочки, которые шли со с вами, да, вот смотрите сюжет, оказывается, куда и зачем они ходили, и я ничего об этом, честно, не знал, ну, саванна, саванна показывают всегда, да, там много животных, вот эти масаи бегают, красиво, но то, что там оказывается, громадные проблемы с водой, огромные, огромные, которые, по сути, насколько понимаю, никто не решает, я вообще не был в курсе, честно, и, конечно, это очень печально, что в наше время, ладно, взрослые дети мучаются, страдают от жажды, да, это довольно все серьезно, вы сейчас увидите, там дальше много печальных моментов, да, я был сильно впечатлен, я, конечно, думаю часто о том, что если прекратить все войны, например, да, и все эти деньги влить, хотя бы в обеспечение воды и медицины, во все вот подобные регионы, проблема будет решена за год, но, конечно, этого никто не сделает, и не будет делать, я настолько сильно впечатлился, растрогался, что через пару дней мы купили тонну воды, ну, с охранником, да, естественно, оплатил, я вам просто со мной ездил, наняли грузовик, и отвезли, заехали в несколько масайских школ, раздали там воду, yes, you need a challenge paper, all you have, yes, I need, thank you, извините, вот, и, значит, мы просто раздали в школы огромные упаковки с водой, я не стал ничего снимать, то, что, знаете, это как-то будет похоже на сама PR, и, кстати, это больше дело даже для себя, потому что, как оказалось, здесь карма мгновенная, мы развезли с 6 утра, где-то до 3 часов дня эту воду по школам, и вечером я закрыл больше, там, 12, мне кажется, продаж, это хорошо, то есть, карма мгновенно тут же, раз, и все, поэтому я поеду еще, и, возможно, я сниму, но я что-то даже не знаю, знаете, снимать, показывать, как люди страдают, нужно ли это делать, не нужно, может быть, с целями привлечения, может, кто-то посмотрит, и тоже им воды отвезет, поэтому, сниму, вот смотрите, собственно, про девочек, вот смотрите, мы ехали на шахту, да, и там вон, три девочки, масай, но они подростки, совсем такие, вот они, вот, и у них, груженые ослики, получается, да, вон, там еще, тоже ослица, с осленком, так вот, они идут пешком, на очень большое расстояние, сказали, что еще им километров, где-то 30 идти, 20 они где-то прошли, то есть, это не за один день, значит, знаете, какой груз у осликов, вода, то есть, они везут воду, в деревню, чтобы люди могли пить, из их деревни, вот, и выходит, что вы, когда кран забываете, закрыть, например, да, или в ванной плещетесь очень долго, вот, вам, ну, и как вам, и мне тоже, нужно вспоминать этих людей, которые ходят 50 километров в один конец, чтобы водички набрать, такой интересный момент, далее, про животных, говорил уже, что здесь все оказалось совсем не так, что не надо ехать от дороги, там, миллион километров, куда-то в густые леса, чтобы их увидеть, вот они все, вдоль дороги пасутся, через дорогу переходят, мы видели кучу жирафов, я думаю, что видели носорога, но он реально был в кустах, я не рискнул идти смотреть, что там, большое, серое, это был или слон небольшой, или здоровый, огромный носорог, но идти, идти агрессивный, тем более сейчас сухой период, я поэтому не рискнул подходить, а так, ну, там, как кусты, ветер ковыше, что-то серое за ними стоит, ну, наверное, вот смотрите жирафов, и расскажу сейчас дальше вам интересную историю, а вот, ребята, мы едем обратно, и вот мы что тут увидели, это ребенок, а вот, наверное, мама, это, конечно, очень круто, а их там три, офигеть, вон там еще один, тоже подросток, насколько я понимаю, и там один прям совсем высокий, а, вон еще я вижу, сейчас, вон он, видите, да, прикольно, я хочу подойти поближе, они что-то, как-то это, нервничают почему-то, о, круто, раз, два, три, один, второй, третий, блин, офигеть, выглядывает, я свой, не бодь, не охотник, все нормально, я же зоркий, увидел, вон еще, видите, несколько жирафов, сейчас попробую поближе к ним подойти, будто не убегать или нет, интересно, и это не заповедник, это не Гору-Ангору, не Гелиманджаро, ничего такого, это просто, какой-то район, пригород, Аруши, то есть, мы сейчас находимся, не в заповеднике, не, не подпускает близко, ну, не сказать, ой, там прям, раз, два, три, четыре, я бы не сказал, что они прям в панике убегают, да, то есть, видимо, все-таки здесь, действительно, правительство смогло побороть охоту, самую большую, сейчас они все за ним будут переходить дорогу, это, наверное, главное у них, посмотрим, детеныш, второй подросток, а сколько их там, еще один, ну, как-то они не спеша убегают, так, не прям сильно бояться, но круто, конечно, когда первый раз увидел, что они прям возле дороги стоят, я не мог бы эту дверную ручку нащупать, они почему-то стоят, смотрят, когда мы приближаемся на плюное расстояние, они начинают уходить, и их там много, их там он, раз, два, три, четыре, что в десять, получается где-то так, очень круто, конечно, далее, я наснимал там, все происходило вот, вживую, без предупреждения, поэтому я наснимал, мне показалось, что будет понятно, а так сейчас смотрю, материал нифига не понятно, поэтому вам объясню, едем и едем, выбегают, едем, под деревом сидят два мальчика, маленьких совсем, ну, лет шести, наверное, у них в это время уже считается, это взрослые люди, они могут, ну, они еще не посвящены в мужчины, им еще не обрезали, значит, самое дорогое, да, вот, но они уже взрослые, они могут проходить за день десятки километров, вот, по этой жаре, без воды, без еды, то есть они только ужинают, только, они не завтракают, как папуасы, если вы смотрели мои очерки про папуа, да, они обедают, с собой у них еды никакой нет, вот, они весь день шуруют пешком, пасут свои стаи, встречаются там с эти, стада, коз, коров, овец, встречаются с дикими животными, и как бы, по сути, это уже такие матерые мужчины в 6 лет, да, с одной стороны, их жалко, с другой стороны, представляете, какое людей яркое детство, как они превозмогали, да, и, значит, какие трудности приносили, это, конечно, очень круто, я поменял отношение к массам, которые здесь на пляже тусят, потому что я понимаю, что после саванны, и вот тех сложностей, и жестокого мира, да, для них вот это вот, продавать сувениры, это как для меня лежать на диване, то есть отпуск, я съездил в отпуск, на Данзибар, продавал сувениров, вернулся в обратную деревню, обратно в родную деревню, хорошо отдохнул, так вот, что там произошло, пацаны эти увидели машину, выбежали, стали кричать, у нас были открыты окна, водитель сказал, что они хотят, очень сильно хотят пить, по их словам, мы остановились, дали назад, вышли из машины, и пацаны взяли, убежали в буш, буш, это низкоросовый, колючий кустарник, лес такой, да, вот, пацаны убежали в буш, и дальше, сейчас, что вы увидите, я там постоянно прощаюсь, да, потому что я думал, ну, убежали, пацаны убежали, что такого, мы подошли, их нет, ну, все, поехали, потом там, сейчас, видите, пришел мальчик, мы с ним поздоровались, ну, все, пока мы поехали, но, мой водитель становился все серьезней, серьезней, он же охранник, начал куда-то звонить, и как-то себя так вести, нервно, да, я спросил, что происходит, потом уже, когда мы ехали, говорю, почему ты, почему мы не уезжали, он всегда мне слушался, я говорю, едем, мы едем, я говорю, стоп, мы стоим, а тут я ему пять раз сказал, все, поехали, а мы никуда не уехали, он объяснил, что дети испугались нас, не факт, кстати, что меня, возможно, его испугались, потому что, вы сейчас дальше видите, например, мальчика, который впервые в жизни увидел белого человека, также есть дети, которые никогда до этого не видели ни Масаев, то есть они увидели какого-то мужика, и до нем не было клетчатой вот этой вот шотландской накидки, и они просто от испуга убежали в лес, а дело в том, что, как мы выяснили раньше, в этом районе сейчас очень активно тусят львы, и детишки могли просто испугаться настолько сильно, что бросили свое вот это стадо, просто побежали, 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 и их там могли, а как бы это было уже ближе к вечеру дело, да, их могли там просто съесть, поэтому он хотел их как-то оттуда вызвать, чтобы они перестали бояться и прятаться, но не получилось, кстати, нас никто не понял, в итоге они так и не вышли, и мы уехали, вот смотрите, про пацанов, про еще другого пацана и девочку, и еще про другого пацана, который впервые в жизни видел белого человека, по его реакции, вы сейчас-то поймете, и смотрите про черепашку, и в конце я расскажу свои выводы вообще, короче, мы едем-едем, но тут никого нет совсем вокруг, да, и значит, козы, come on boys, и два мальчика пасут коз, мальчики, не знаю, лет по 7, наверное, и они закричали, у нас были открыты окна, они закричали, что они очень сильно хотят пить, но когда увидели меня, быстренько свалили, вон еще их козы, сейчас водитель мне говорит, чтобы не боялись, что они страшные, сейчас выйду дадим попить, но, только что были здесь, причем они прям выскочили на дорогу, что-то закричали, закричали, я говорю, водители, чего они кричат, он говорит, они хотят, это, что очень сильно хотят пить, пока мы доставали воду, все, их нету, это вот, кстати, буш, колючий кустарник, такой, через который не придерешься вообще, вы читали наверняка об этом, у всяких, кто там, Луи Бусинар, Майн Рид, Джек Лондон, да, они все про буш писали, что из него делают заборы, через которые не провазит, ни одно животное, хищное, Ладно, я видел, они тут под деревом сидели, оставим тут воды тогда, ой, пару бутылок, а, кстати, вот они играли, с этой штукой я видел, это, наверное, их мачете, ну, типа детская игрушечная, ну, видите, дети маленькие, но реально пасут куст вдвоем, хрен знает где, и у них нет воды, вот это, серьезное детство, не то, что у нас было, а это у них, это, они даже палочку свою бросили, это куст стягать, ладно, поехали, может выйдут, посидят еще пару дней, это от страха, там потрясутся и выйдут, видели мзунгу, белого человека, хе-хе-хе, а вот идет еще один пацан, мы сейчас ему скажем, чтобы он позвал тех, чтобы они, чтобы они не страшны, тем более он там с собакой, сейчас ему тоже дам воды, а мы купили блок воды специально, тоже знаем, что здесь нет воды в саванне, о, смотрите, как взбодрился сразу, ты девочка или мальчик? сэнкию, что ты должен сказать, сэнкию, нет? сэнкию, о, молодец, это мальчик или мальчик? мальчик, can you tell him, call friend? Зови своих друзей, где партизаны прячутся, говори нам, быстро, где прячутся партизаны, мне кажется, мальчик нам не доверяет, вот такие мальчики, работают пастухами, видите, как летит? ну это нормально, он папуас тоже не знает, сколько им лет, здесь-то зимы нету, как посчитать время? никак, когда родился, было лето, и все время лето было, и мачете, зови партизан сюда всех, кто взорвал железную дорогу, кто взорвал? а? а, он не говорит на суахиле, только на масайском своем, ну ладно, он тогда не понимает, что мы от него хотим, а, там вторая собака бегает, собака нас боится вторая, первая нет, может, птица тоже не хочет, короче, он не выдает своих, молодец, молодец, окей, bye-bye, все, мы поехали дальше, детишки свалили, мы можем купить у него эту палку, я думаю, ему деньги пригодятся, мы можем дать ему немного денег, мы можем дать ему немного денег, нормально, enough for him, короче, водитель зачем-то хочет купить эту палку из лозы, говорит, маме отдай, где мама говорит, деревня, о, все потерял, о, шок, как твой заворот кишок, вон его стадо идет, собака прикольная, видно, что умная, What is your name? Константин, you? Константин, ладно, он не отличается сообразительностью, Мой водитель взял этот разговорник с Масадским, на Масадский, What is his name? I don't know, he don't know, а, окей, ладно, он ничего не понимает, ладно, все, мы поехали, давай, давай, братан, пока, bye-bye, тут пришла, девочка, постарше, мы пытаемся узнать, говорит ли она на Суахиле, мне интересно, те мальцы другие вылезут, или будут прятаться, и почему они боятся белых, или они вообще всех боятся, ну да, она что-то как-то тоже, мне кажется, не очень нам доверяет, судя по всему, she also did not understand, окей, ладно, все, мы поехали, короче, мы решили тут всех напоить, оставимся по бутылочке, я думаю, что сейчас мы уже будем, если машина не сломается, сейчас мы уже будем, позвонили знакомому Масаю, чтобы, хотим, чтобы она позвала тех мальцов, которые убежали в лес, но она что-то, а, понимает что-то, надо ехать, а то скоро уж темнеть начнет, если у нас в темноте машина сломается, и мы теперь без воды остались, я думаю, нам не очень хорошо будет, bye-bye, 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 и ты, малец, пока, так опять нас пацан остановил какой-то, чё надо, тоже воды не хочет, я так думаю, сейчас отдадим тебе последнюю воду, видишь, они такие добрые, воды хотел, да, а, ещё, ещё хочешь, give me my bottle, give me my bottle, блядь, мать, ещё, это всё, что у меня есть, всё, давай, пока, спасибо, мамбо-джамбо, да, а, что, круто, да, офигенно, мне тоже нравится, вот это да, ладно, всё, давай, счастливо, так, а что-то я всё время думаю, что это уже последнее видео, на сегодня, оно всё не последнее, не последнее, то мы масаев поили, то этих, жирафов гоняли, теперь надо черепаху спасать, она на скоростной трассе, он ещё шипит, офигеть, мы её спасаем, она это, выпендривается, сколько же я очков в карму, сегодня себе заработал, всё, как-то там нормально, очень красиво, вот эта гора, это вулкан, ну, потухший, конечно, Меру называется, и тут кругом, мы видели несколько этилоп, ещё каких-то крупных животных, то ли носороги, то ли непонятно, что в кустах, так сразу не разберёшь, уже темнеет, бегать за ними некогда, и нас с Масайбит убедили, что когда темно, то львы, как бы, они так себя чувствуют свободно, то, что здесь охоты нету, и могут напасть, поэтому мы потихоньку валим домой, но нам ещё долго ехать, может ещё что-нибудь произойдёт, каждый раз, думаю, всё, последнее видео на сегодня снял, нет, что-то ещё происходит, итак, выводы, мне просто крайне понравилось в саванне, очень сильно, очень сильно мне интересна культура Масаев, я поэтому поеду туда и не раз, напишите в комментариях, смотрите, я поеду просто ездить по деревням, жить у Масаев, изучать их культуру, общаться с ними, да, я возьму с собой переводчика, уже который говорит на, и на суахили, и на масайском, да, чтобы было полное понимание, я буду ездить ещё, смотреть животных всяких разных, один, просто с охранником, водителем, не буду покупать вот эти вот автобусы, которые по маршруту едут, и там вправо-влево нельзя, я хочу зайти на Килиманджаро, естественно, я буду постоянно ездить на добычу, вот, напишите, что вам конкретно интересно, вообще всё снимать и показывать, или только про камни, как бы, я могу и так, и так, я всё равно, по сути, этот канал, это мой карманный, я для себя на память записываю, да, вот, но оказалось всё очень интересно, прикольно, и если вы будете в тех районах, купите с собой лишних пару упаковок воды, раздайте людям, особенно детям, да, вот, им это действительно нужно, то есть вы видите, дети, которые не просят денег, не просят игрушек, айфонов, компьютеров, не знаю, там, кроссовки новые, какой-нибудь, там, Nike, да, им действительно просто хочется пить, и им больше ничего не надо было, они больше ничего не просили, никто из них ни разу не сказал слово деньги, или там шоколадки какие-то, или что-то такое, то есть у людей действительно очень тяжёлое детство, очень тяжёлая жизнь, вот, всем пока, скоро будет ещё много всякого интересного, тут большие проблемы с интернетом, я видео выгружаю, снимаю два часа, выгружаю два дня, вот, не болейте, берегите себя, постарайтесь, особенно много в многолюдных местах не появляться, говорят, в России сейчас ковид прям зверствует, всем хорошего здоровья!